Всем большое привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на мой канал. Перед началом не забыть подписаться и поставить лайк, а также не забыть подписаться на мой инстаграм. Ссылочка на него будет обязательно указана ниже в описании. Сегодня я наконец-то решила заснять страшную историю. И эту историю мне рассказала моя подписчица. Имени я называть не буду, но чтобы вам было удобнее, давайте, к примеру, назовем ее Машей. Так что давайте не будем медлить и поскорее приступим к самой истории. Маше на тот момент было 8 или 9 лет. Она жила в этот момент у бабушки или поехала к ней в гости. Честно говоря, я не особо вдавалась в подробности. В один прекрасный, а точнее ужасный день Маша захотела выйти на улицу, погулять, подышать свежим воздухом. И когда она уже шла обратно к своей бабушке, то есть обратно домой, она переходила дорогу и она почувствовала, что кто-то резко ее хватает за руку. Хочу подметить то, что уже было достаточно поздно и в такое время суток все что угодно могло случиться с ребенком. Разумеется, она очень сильно испугалась, резко повернулась и видя, что там стоит какой-то пьяный старый дядька, смотрит на нее такими наркоманскими глазами, вообще опьяневшими. И вы представляете, как ей на тот момент было страшно. Она всеми силами пыталась вырваться, пыталась выдернуться, как-то выбежать оттуда, убежать, короче, от этого ненормального дядьки. Там достаточно недалеко был лес, уже были такие, знаете, сумерки и машин не было, то есть такое достаточно глухое место. Она видит, как этот ненормальный вытаскивает нож. Он просто вытаскивает нож. Он в этот момент мог ее просто запугать до такой степени, что она бы ничего не делала, и он бы ее просто похитил. А там же он мог бы с ней сделать просто наиужаснейшие вещи. Честно говоря, эта ситуация, это просто на самом деле очень ужасная ситуация. Когда она поняла то, что уже это совсем не смешно, что это уже очень-очень кричительская ситуация, и она наконец-то вырвалась из его хватки. Бежала, куда глядят глаза, бежала, куда ведут ноги. И она видела, спереди ее находился магазин, в который, собственно говоря, она и забежала. Она забежала в магазин, и магазин был достаточно такой, ну, небольшой. Она в него забежала, там тоже людей не было, был лишь продавец, который занимался непонятно чем. И она спряталась за какими-то прилавками, видела то, что этот мужчина, он сидел или стоял, честно, в подробности не вдавалось. Стоял снаружи и ждал, пока она выйдет. То есть он надеялся, что она посидит, подумает, что он типа ушел, она выйдет, он ее схватит, засунет в какую-нибудь машину и умотает. Такие ситуации на самом деле лично мне в такой ситуации было бы безумно страшно. Ты понимаешь, что ты один, и какой-то маньяк за тобой следит. Это ужасно. Тогда, когда она поняла то, что это уже переходит все границы, что она сидит в этом магазине уже черт знает сколько, он все стоит снаружи и ждет, пока она выйдет, она решила попробовать позвонить маме. И когда она позвонила маме, мама сначала несколько раз турку не брала. Она все время ей звонила, бомбила, потому что, представляете, как ей было в этот момент страшно. И все-таки она смогла дозвониться маме. И когда она позвонила маме, мама за ней приехала. Вот она позвонила маме, ее мама забрала, увезла домой. И да, этот маньяк, когда она выходила из магазина вместе с мамой, все там стояло, но когда он увидел то, что вместе с маленьким ребенком идет взрослый человек, он просто развернулся и ушел. И она уехала домой, ей было очень неприятно, жутко и страшно от этой ситуации. Но в итоге она ее подзабыла. Она уже там ничего не боялась и вообще полностью забыла эту ситуацию. Но потом она пару раз видела этого человека, этого пьяного дядьку. Правда, тогда он уже был нормальным, видела его, но он на нее вообще никак не обращал внимания. Поэтому лично я считаю, что, скорее всего, он был просто очень пьяным и просто не знал, что творит. И поэтому он так на нее накинулся, на ребенка так накинулся, потому что, когда он другие разы ее видел, он никак на нее вообще не реагировал. Это было как бы нормально. То есть лично я считаю, лично мое мнение, то что, скорее всего, этот дядька был очень-очень пьяным и поэтому просто не знал, что творит. А когда наконец-то стал трезвым, просто не помнил, что он делал. Потому что ситуация эта очень-очень-очень страшная. И мне очень-очень грустно и неприятно, что ты в эту ситуацию попала. Но, слава богу, то, что сейчас с тобой все хорошо. И слава богу, что он ничего не сделал, что ты собралась и ты смогла от него убежать. Честно, ты прям большая молодец. И я очень рада, что у тебя получилось с этим справиться, переосилить себя, и ты смогла, скажем, от него убежать и спрятаться. Вот правда, в такой ситуации очень многие начинают паниковать, у них начинается такое шоковое состояние, они просто стоят, ничего не могут сделать и просто их похищают и потом делают ужасные вещи. Ну и, в принципе, на этом мое видео подходит к концу. Огромное спасибо тебе, что досмотрела его до конца. Ну а я вас всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч!